Добрый вечер! Продолжаем изучать недельный раздел Торы Шмот, повествующий о промощении евреев в Египте и о начале избавления из рабства. Начинается это избавление с рождения Муше, и на прошлом уроке мы обсуждали подробности именно этого рождения, как он родился, и как мать скрывала его, и как затем, когда уже не было возможности скрывать, спрязывала его в камыше, и как нашла его дочь фараона, и как она его вырастила. Так уж получилось, что избавитель еврейского народа вырос в чужой среде. Вырос во дворце фараона, получил египетское воспитание, был совершенно оторван на протяжении долгих лет от своего народа, от своей культуры, от всего еврейского. Почему это так? Не знаю. Как говорит Ибнезра, глубокие замыслы Господни, кто сумеет постичь его тайны, и лишь его деяния состоятся. Это вполне довольно часто используемая фраза. Не на все у нас есть объяснение. И здесь почему Ашгаха, почему провидение решило сделать именно так, чтобы Муше родился в чужой среде, не знаю. Почитаем текст. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И он сказал неправому, почему же ты бьешь своего ближнего? А тот ответил, кто поставил тебя мужем, повелителем и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина? И испугался Муше и сказал, что дело стало известно. И услышал фараон об этом и захотел убить Муше. Но Муше сбежал от фараона и поселился в земле Медьян. И расположился там, у колобца. Вот это первый отрывок, повествующий о том, как Муше оказался по другую сторону баррикад. И сразу видно, что тоже ничего не рассказывает о том, что привело Муше к его решению и как это проходило. Каким образом, как он пришел к этому решению покинуть царский дворец, оставить, бросить все, что у него было, включая его блестящее будущее, которое его ждало, конечно же. Будучи воспитанником, дочью фараона, он, конечно, продвинулся вперед, имел бы прекрасную карьеру и все, что он захотел. Он, обладая к тому же еще и необходимыми душевными качествами и так далее, он мог, безусловно, построить себе блестящую карьеру при дворе фараона. Все это он бросает. И, бросив все столь очевидные преимущества, которые давало ему его положение и его воспитание, он переходит и присоединяется к лагерю отверженных, униженных, угнетенных. Нелегкий переход, нельзя сказать, конечно же, Муше не единственный, кто сделал подобный шаг, да и в литературе мы находим достаточно много подобных образов, только разница очевидная. Тора никоим образом не раскрывает нам, что привело уже к такому шагу. Было ли это минутное решение, быстрое и твердое, либо этому, может быть, предшествовали долгие раздумья, мучения, сомнения? Всего этого в Торе мы не находим, и это не случайно, потому что Тора – это не психологический роман. Она не занимается, не раскрывает нам мотивов, поступков людей. И всему этому колоссальному, на самом деле, с точки зрения внутренней жизни человека, всему этому колоссальному процессу, этому потрясающему шагу перехода из лагеря угнетающих в лагерь угнетённый, всему этому Тора посвящает всего лишь одну фразу. «И было в те дни, когда Муше вырос и вышел к своим братьям и увидел их тяжёлые труды». Вот, вырос, вышел, увидел, и всё, что случилось дальше. Вырос. Вот это написано. А проблема в том, что ещё в отрывке предыдущем мы прочитали 11 стих, а в 10 стихе уже сказано. «И вырос ребёнок, и привела она его, имеется в виду мать, его мать, которая одновременно была кормилицей». Так удался замысел сестры Муше Мирьям, что его мать и была кормилицей Муше. И вот когда он вырос, привела она его к дочери фараона, и стал он ей сыном, и назвала его именем Муше. «И было в те дни, когда Муше вырос и вышел к своим братьям, и увидел он тяжёлый труд, но видел египтянина, бьющего еврея». Так уже дважды в двух фразах раз за разом говорится «и вырос». В первой фразе в 10 стихе «когда он вырос», а второй раз в 11 стихе «вырос и вышел к своим братьям». Посмотрим, как к этому повтору относятся Раши. Комментарий Раши таков. «Когда Муше вырос, но ведь уже написано, когда ребёнок вырос». Раши повторяет наш вопрос. «Сказал Рабьюда Барылай, первое относится к росту, т.е. к телесному, к физическому развитию, а второе – к величию». Т.е. слово «ваигдаль», которое мы перевели как «вырос», Рабьюда Барылай трактует по-другому. От слова «гадоль» – это не только выросший большой, это ещё и великий. Т.е. Муше возвеличился, он уже начал восхождение по лестнице карьеры. Словами Раши «второе – к величию, ибо фараон назначил его управителем над своим домом». Получается, что по Раши вот этот вот эпизод происходит в возрасте, когда Муше не просто уже стал взрослым человеком, но и начал продвигаться по служебной лестнице, получил серьёзный пост при дворе фараона. И вот именно тогда он выжил к своим братьям и увидел их тяжёлые труды. Раши, комментируя эту фразу, увидел их тяжёлые труды, пишет, обратил к ним свои глаза и своё сердце, чтобы скорбеть о них, т.е. проявил участие. Почему Раши должен это писать? Чего здесь не хватало? Написано «Ибо вовсе дни, когда Муше вырос, вышел к своим братьям и увидел их тяжёлые труды». То, что мешает Раши, вырос и увидел, а до этого никто не видел их тяжёлых трудов. Для того, чтобы видеть их тяжёлые труды, думается, что каждый египтянин знал, что евреи, знал и видел, что евреи в качестве таких вот государственных рабов, они неимоверно тяжело работают, их принуждают к тяжелейшей работе. Так что же уже тут вышел и увидел? Поэтому Раши говорит – это не зрение глаз, это зрение сердца. Ещё раз его словами. Что значит «ты увидел»? Обратил к ним свои глаза и своё сердце, чтобы скорбеть о них. Т.е. результат этого зрения – это не видение глаз, не зрения, это видение сердца, когда человек проявляет участие к другому и сострадание. Он ему сочувствует и сострадает. И что же он увидел? Помимо того, что увидел общую картину и почувствовал сострадание к своим братьям, и снова мы не знаем, откуда он уже знал, что это его братья, кто ему сказал, кто ему сообщил об этом. Этой подробности Тора не уделяет никакого внимания. Факт – он уже знает, что это его братья. Вот помимо всей этой картины он ещё увидел египтянина, бьющего еврея, одного из его братьев. Один египтян. Здесь есть тоже некоторая закономерность для Торы. Наши мудрецы учат, что если упоминается какой-то человек, и не называется его имя, упоминается он анонимно, но его конкретно упоминают, описывают его какое-то действие, какие-то поступки и так далее. И случайных людей здесь не бывает. Скорее всего, это человек, который как-то упомянут в другом месте, или, по крайней мере, с ним связаны какие-то определённые события, которые упомянуты уже в другом месте. Поэтому наши мудрецы и говорят, да, действительно. С этим человеком, с этим египтянином, который избивал еврея, с ним связан эпизод, который описывается в дальнейшем в Торе, а именно появляется в Торе персонаж уже после исхода из Египта. Появляется там персонаж, который называется человеком, сыном египтянина и сыном еврейской женщины. Звали её Шломит Бат-Диври, и у неё был сын от египтянина. Это единственный случай, засвидетельствованный Торой, когда родился человек от еврейской матери и от отца египтянина. И вот здесь вот говорит Намраши, приводя слова мудрецов, это вот тот самый египтянин, который упомянут здесь, он же египтянин, который упомянут там, как отец сына, как отец вот этого человека, который родился у Шломит Бат-Диври. Кто был этот египтянин? Пишет Раши, он был распорядителем. То есть иерархия была следующая. Были распорядители египтяне, а им подчинялись надзиратели из евреев. То есть были своего рода такие прорабы-десятники. И им подчинялись надзиратели евреи. И вот он поднимал их с первым криком петуха. Так, вот этот вот отвратительный посреди ночи крик-подъём, это была его как раз вот, его работа. Чтобы они принимались за работу. И дальше написано, что он избивает еврея. В Раши это был муж, этот еврей муж Шломит Бат-Диври, а египтянин приметил её. То есть он приметил эту женщину, которая недостаточно, чуть-чуть нескромно себя вела и обратила на себя внимание этого египетского урядника. Ночью он поднял её мужа и отослал его из дома. Подняв его мужа, он сказал, что есть срочная-срочная работа, нужно идти на такой-то участок и что-то там чинить, и послал его из дома. Сам же он вернулся и вошёл в дом и лёг с женщиной, которая думала, что это её муж. И когда человек возвратился в свой дом, то есть тот самый еврей посланный на какой-то там участок, когда он вернулся обратно в дом, то он почунул недобрый, понял, что здесь была просто инсценировка. А когда египтянин уже, в свою очередь, увидел по нему, что тот почувствовал это и понимает, что здесь произошло, то тогда он стал его избивать, стал его бить и преследовать, избивать и преследовать его целый день. Вот именно в завершении вот этой вот самой истории его и увидел Маши. Так говорит Раша. Теперь обратимся к Рамбану. Рамбан тоже задаётся тем же самым вопросом, которым задался Раша в самом начале. Почему дважды в 10 и в 11 стихе сказано «Ваигдаль» и вырос. Один раз. И вырос ребёнок, и привела его она к дочери фараона. А второй раз. И было в те дни, когда Муше вырос и вышел к своим братьям. Почитаем, что говорит Рамбан. И вырос Муше и вышел к своим братьям, т.е. вырос и стал мужчиной. А до этого сказано, то, что сказано в 10 стихе, когда вырос ребёнок, там имеется в виду совсем другое. Т.е. вырос до такой степени, что он уже не нуждался в грудном молоке. И вот тогда его привели к дочери фараона. Т.е. вырос, когда он дошёл до такого возраста. Он вырос, конечно, тоже называется вырос, подчёркивается, вырос ребёнок. Т.е. он стал только большим ребёнком, который уже не нуждался в молоке матери. И тогда кормилица его мать привела его к дочери фараона. А то, что сказано здесь, это уже совсем другое. Это уже его зрелость, возмужание. А затем он вырос и стал зрелым, т.е. разумным человеком. И написано, вышел к своим братьям, поскольку ему сказали, что он еврей. Кто рассказал? Не знаю. Ему же пожелал увидеть евреев, так как они его братья. И тогда он увидел их страдания, их тяжкий труд. То он не мог терпеть и убил египтянина, избивающего, преследуемого еврея. Т.е. в отличие от Раши, который объясняет, что первый раз вырос, имеется в виду физическое развитие, а второй раз вырос, вырос, уже получил продвижение по службе, вырос, как царедворец, как придворный фараона. Рамбан говорит проще. Первый раз вырос, имеется в виду, ребенок уже не нуждался в молоке матери, второй раз вырос, стал зрелым мужчиной. И вот это вот замечание интересное. То Тора, получается, что Тора, по обоим комментариям, Тора говорит в этом росте о том, что он вырос перед тем, как рассказывает о том, как Муше вышел к своих братьям и увидел их страдания. По Раши это создает, это подчеркивает контраст, конфликт. Он не просто вырос, он стал большим человеком в доме фараона. Т.е. с одной стороны у него идет восхождение по служебной лестнице, и в этот же самый момент, именно когда он восходит по служебной лестнице, он видит своих братьев и делает вот этот решительный шаг, когда он переходит из стана угнетающих в стан угнетаемых. В тот момент, когда в стане угнетающих, он был не просто находился там, а он поднимается там наверх-наверх. Т.е. этот переход его, то, что он переходит на другую сторону баррикад, он куда более рельефный, куда более контрастный. Это по Раши. По Рамбану Тора подчеркивает здесь другое. То, что он стал взрослым, зрелым, взрослым человеком. Гадоль. Понятие Гадоль в Алаке означает взрослый, зрелый человек. Почему? Почему Тора подчеркивает вот эту вот его духовную зрелость перед тем, как сказать, что он вышел к своим братьям и увидел их страдания? Это значит, что признак зрелости, взрослости, кого мы называем большим человеком? Взрослый человек, Гадоль, большой человек – это тот, кто настолько развит, что в состоянии заметить других людей вокруг себя. И не просто заметить других людей вокруг себя, а ещё и заметить их страдания, заметить их положение. Мы знаем, что Всевышний называется у нас Агадоль. Акель Агадоль Агебор Ванурай. Это самый первый эпитет, который относится к Всевышнему, к которому мы относим в молитве Шмонейсера «Бог Агадоль Великий Агебор Ванурай». Он не просто Гадоль, а он Агадоль с определённым артиклем. Самый Великий. Кто это означает «Самый Великий»? Вот именно это самое вовлечённое Всевышнего, то, что Всевышний заботится, замечает и знает о всякой твари, о всяком человеке, о любом из нас, и знает и замечает беду любого человека, и заботится, и печётся обо всех, обо всех, обо всех, от самых маленьких творений до самых-самых больших, вот это и делает его Ага Гадоль. Ага большим человеком. Не человеком, простите, самым большим и самым великим. По отношению к людям, вот это вот величие Всевышнего, по отношению к людям, оно тоже должно, оно проявляется и преломляется именно таким же образом. А именно, кто на самом деле большой человек? Кого следует называть большим человеком? Именно того, кто способен, как Раши пишет, открыв, склонив глаза и сердце, обратить внимание на других людей, беспокоиться о других людях, заботиться о других людях. Иногда мы замечаем вокруг себя людей, которые ведут себя по отношению к окружающим нехорошо, мешают им. Или даже ещё хуже-то. Можно подумать, что перед нами какие-то нехорошие люди, плохие. Нет. Нормальные, вполне нормальные люди. А почему же они так ведут себя, мешая всем другим, отчаянно мешая им? Ответ очень прост. Они просто не замечают других людей вокруг себя. Человек маленький. Кто такой маленький человек? Ребёнок, когда он родился. Известно это утверждение, что когда ребёнок рождается, то он рождается с сжатыми кулаками. Когда человек умирает, то одна из важнейших стадий приготовления покорона – это ему разжимают руки. Должен быть хорона человека с разжатыми руками. Это очень символично. Маленький ребёнок знает только о своих потребностях. Он чувствует, ощущает своё «я» и свои потребности. Хочу всё моё, всё мне, всё. Ребёнок, которому 3 дня, 3 недели или 3 месяца, в тот момент, когда он хочет есть, он будет орать. Его совершенно не волнует то, что его мама с трудом, с трудом сумела заснуть всего лишь где-то полчаса тому назад. Он будет орать, пока её он не разбудит, и пока она не даст ему есть, и пока она его не приприняет. Он знает свои потребности. Других людей вокруг себя он не замечает. Он замечает предметы. Предметы есть разные. Есть кровать, есть стол, есть ещё что-то. А есть ещё один предмет, который, если много сильно прокричает, он даст есть. Мама его называет. Но он тоже воспринимает как предмет. Не как людей с их потребностями. Он ещё не в состоянии открыть глаза и сердце. Не в состоянии сочувствовать, почувствовать проблемы, трудности людей. Почувствовать их страдания. Почувствовать сложности в их положении. Он этого ещё не видел. В этом-то и заключается рост человека, в этом заключается его развитие в том, что вот эти вот сжатые-сжатые кулаки, чтобы человек начал их постепенно-постепенно-постепенно разжимать. Человек растёт. И вот этот вот рост его, когда он становится на самом деле взрослым, когда он вырос, когда он в состоянии воспринимать других людей как людей с их сложностями, с их трудностями, с их проблемами, с их болью, когда он в состоянии им сочувствовать, когда у него есть сопереживание этим людям. Вот тогда он становится, Гадуль, вот тогда он становится большим человеком. Известно о… один из крупнейших еврейских мыслителей конца XIX – начала XX века, Шимин Шкоп, который написал книгу Шарей Йошер, он в предисловии развивает следующую мысль. С одной стороны, человек, каждый из нас рождается с очень острым осознанием своего «я» и своих потребностей. «Я» есть и «я хочу», «я хочу», «я нуждаюсь», «мне нужно», «мне нужно». Мы это осознаём очень и очень сильно. А с другой стороны, Тора требует от нас «вы автел-э-ре-ха-камоха» – «возлюби ближнего своего, как самого себя». Как это можно? Как может Тора требовать возлюбить ближнего самого, как самого себя? Это вопрос не только Рапшимин Шком задаёт его, задавали почти все серьёзные мыслители. Как можно это потребовать? Ведь кажется, требование совершенно невыполнимым, нереальным. Человек всегда острее всего ощущает свои нужды, свои проблемы, своё «я», свою боль, свои неудобства, свои потребности, свои устремления. А только потом уже всех остальных. Как же можно Тора требовать возлюбив ближнего своего, как самого себя? Ведь нам понятно, что это не просто лозунг, не просто красивые слова. Еврей понимает подобные вещи, как конкретное реальное требование. А как оно может быть? Оно может быть, кажется, совершенно нереальным, нонсенсным. Отвечает Рапшимин Шком, это совсем не так. Конечно же, человек любит прежде всего самого себя, а точнее и только самого себя. Но только самого себя, его «я» способны расти, выходя за рамки его физического тела и выходя за рамки его личности. Что это значит? Чем больше человек, тем его «я» включает в себя больше и больше. Сказали, маленький человек, ребёнок, он знает только своё «я» и только свои потребности. Все остальные вокруг него – это вещи. Вещи на четырёх ногах, как столы и стулья, и вещи на двух ногах, люди вокруг него. А есть вещи на двух колёсах, велосипеды. Вот классификация для маленького. Когда человек растёт, то его «я» начинает расширяться. Для очень многих людей его «я», безусловно, включает его собственную жену, как говорили наши мудрецы. И что? Кегуфо, то есть моя его жена, как он сам, включает это очень часто для людей. Его «я» расширяется ещё больше, когда рождаются у него дети. Поэтому человек чувствует потребности, и он довольно многие люди, которые выросли до этого, значит, вовсе не все, но те люди, которые выросли настолько, что их «я» расширилось и включило в себя жену и детей, то они ощущают потребности жены и детей как свои собственные. Это уже большая стадия в развитии. Ещё более развитый человек, то его «я» расширяется, и он включает и многих других родственников. Следующая стадия развития человеческая «я» распространяется настолько, что он ощущает, что это включает и соседей его, и больше, и больше, и больше, и больше. Вот мы теперь приходим к пониманию, кто становится под словом «гдолин», «гадоль», мы понимаем не только взрослого, выросшего человека, не только большого, я не имею в виду большого по росту, как у баскетболиста, а большого человека, великого человека. Кто становится великим человеком? Как известно, великих людей у евреев не выбирают, не проходят выборы, никто не измеряет их рейтинга или ещё что-нибудь. А великими люди как-то становятся, потому что, ну как, почему? Очень демократично, потому что народ их считает великим, без всяких выборов, ну просто кто великий? Те, которых народ. А кого народ считает великим? Может быть, величие измеряется количеством переработанной человеком информации, количеством перечитанных и изученных им книг, количеством того, сколько он помнит, количеством того. Вот выясняется здесь, на примере у нас есть первый вот этот архетип. Самый-самый великий человек, самый первый вождь еврейского народа, что Тора подчёркивает в нём, с чего он начинает свой путь к своему величию, вот к этому самому умению раскрыть глаза и сердце к другим людям. То есть большой человек и самый большой, великий человек, кто такой? Это у которого его «я» очень широкое. Маленький человек, его «я», оно очень узкое. Для настоящего маленького человека его «я», так всю жизнь, включая только его самого, а все остальные вокруг себя, это «вещи». Вот «я», как известный философ Барцин Бубер, как он определял отношения, есть два вида отношений, я – вещь, а второе отношение – это «я-ты». Так вот у маленького человека, у него есть только «я-вещь», я, а все вокруг меня – вещи. Одни вещи полезные, другие вещи вредные, третьи вещи опасные, чёрт у них, самые разные, это отношения «я-вещь». Я только смотрю, как я со своими потребностями могу пользоваться рядом вещей полезных и как бы мне избежать контакты с вещами неполезными. Великий человек, большой человек, кто становится на самом деле великим человеком, это тот, чьё «я» вобрало в себя как можно больше людей. И этим его «я», этим-то великий человек хоть немножечко уподобляется величию Всевышнего. Всевышний, он «га-гадоль», он «га-великий». Почему он «я-великий»? Да потому что его забота, она обо всём мире, он печётся абсолютно обо всём мире. Не-не-не, не просто о какой-то группе людей, не об одном народе, обо всём мире, и о всех людях, и о всех животных, и о всех, обо всех, обо всех. Поэтому он «га-гадоль». Вот это вот и есть путь к истинному и настоящему величию. Таков, на самом деле, великий человек. Понятно, что знание Торы таким человеком стать так, чтобы его «я» настолько расширилось, возможно, именно через то. И Тора-то, она и даёт возможность человеку развивать свою личность настолько, что он чувствует свою ответственность за всё большее и большее количество людей, он беспокоится о всё большем количестве людей и заботится о всё большем количестве людей. Вот это вот и есть. Настоящее – это величие. Это то, что мы видим сейчас у Мурше. Называется это сегодня словом в современном языке достаточно часто употребляем – эмпатия. Не симпатия, а эмпатия. То есть умение сочувствовать другому человеку, почувствовать его боль, как свою собственную. То есть это самоидентификация с другим человеком, который страдает, которому больно. Это то, что здесь подчёркивает Раши про Муше. Он открыл, склонил свои глаза и склонил своё сердце, чтобы увидеть и сочувствовать трудам своих братьев. И что же он видит? Видит, как египтянин избивает еврея. И следующее, то, что Тора подчёркивает, и оглянулся он по сторонам, увидел, что никого нет, и поразил египтянина, и спрятал его в песке. На первый взгляд описывается здесь осторожность Муше. Перед тем, как прибить египтянина, посмотрел по сторонам, посмотрел налево, посмотрел направо и прибил его. Получается, что первый шаг конкретный, то, что Тора нам описывает, первый шаг на пути этого вождя – это убийство. Почему он так себя ведёт? Ведь, может, можно было как-то прореагировать на эту ситуацию по-другому? Не исключено. Но Муше ведёт себя с ранним крайним образом. Просто убил его. А Рамбан, и когда он увидел их страдания, так пишет Рамбан, и их тяжкий труд, он не мог стерпеть и убил египтянина, избивавшего преследуемого еврея. Вот объяснение Рамбана. Не мог стерпеть. Рамбан не объясняет дальнейшие слова и посмотрел по сторонам и увидел, что никого нет. Казалось бы, немножко не подходит. Человек, который не может стерпеть, т.е. он делает это в состоянии аффекта, не в состоянии сдержать свою ярость, вряд ли он будет смотреть налево-направо, вряд ли у него в этот момент будет проявляться осторожность. Хотя, может быть, при всём при том, что человек не может терпеть, он всё-таки заботится и об осторожности тоже, предположим. Ну, этот вопрос Рамбан вообще не поднимает. Этим вопросом занимаются другие комментаторы. Октава Акабала. Очень интересный комментатор XVIII века, малоизвестный, но очень интересный. Пишет он так. Муше полагал, что хотя бы один еврей, стоящий вокруг, восстанет против египтянина и защитит избиваемого. Сцена, как она происходит. Не просто один еврей там стоял. Стояла группа евреев. И на глазах у других евреев египтянин избивает одного из них. Все остальные застыли на месте. Кто хоть раз был в такой ситуации, ему это отвратительное, мерзкое чувство хорошо знакомо. Когда на глазах у человека бандиты кого-то избивают, и человек чувствует, что он как бы прирос к месту. Он не находит в себе смелости, чтобы сделать хотя бы одно движение и попытаться защитить. В общем-то понятно. Если он попытается вмешаться, то он, скорее всего, окажется на земле еще раньше, чем избиваемый человек. Его тоже прибит. Но ощущение отвратительное, потому что… Ведь рядом на твоих глазах избивают человека. Надо же пытаться защитить его. Надо же как… А человек врос в землю, застыл, такое ощущение оттупения. Ведь казалось бы, когда избивают человека, он еще, наверное, кричит при этом. Где же то сострадание? Сострадание, которое привело мужа к тому, что он вмешался. А те, которые стоят рядом и видят это, и продолжают стоять, у них вот такое вот отупение чувств. И это то, что Муше увидел. Муше полагал, что хотя бы один еврей из стоящих вокруг встанет, восстанет против египтянина и защитит избиваемого. И увидел, что никого нет. Посмотрел налево, посмотрел направо. Не имеется в виду это акт осторожности, чтобы полиция его не увидела. Нет. Он посмотрел на евреев, которые стоят вокруг налево-направо. Кто-нибудь из всей этой толпы евреев, стоящих рядом, кто-нибудь сдвинется с места, чтобы защитить? И нет никого. И увидел, что нет никого. Увидел, что нет среди них мужественного человека, и что ни один из них не принимает страдания своего брата настолько близко к сердцу. Чтобы попытаться его спасти. Вот это вот меры сострадания, которые толкнуло бы человека, быть может быть, даже на безумный шаг, чтобы попытаться защитить его от египетского насмотрщика, который тут же, конечно, и забьёт и второго сходу. Но сострадание бы толкало человека. Нет ни того, ни другого. Ни мужества для того, чтобы вмешаться, ни сострадания для того, чтобы попытаться защитить. Ни у кого нет. Все застыли, окаменели от тупения чувств. И тогда вот это то, что привело мужества к этому действию. И увидел, посмотрел налево и направо, посмотрел в разные стороны, увидел, что нет никого. Нет никого из евреев, кто в состоянии был бы восстать и защитить избиваемого. И тогда он это сделал. Это актовая кабала. А на цив ве мегдава, он же объясняет по-другому. Пишет он так. Увидел он, что египтянин бьёт еврея из братьев его. Бьёт еврея из его братьев. То есть, бьёт его не за нерадивость или что-нибудь подобное. Можно было бы подумать, что надсмотрщик египтянин избивает евреев. За то, что тот плохо работает. Или за то, что тот прогулял. За то, что тот опоздал на работу. Или уронил отбойный молоток. Или ещё что-то. Да нет. Это то, что он ещё не видел. За что бьёт? За то, что еврей. Никакой причины нет больше. Бьёт еврея. Не бьёт работника, не бьёт раба, бьёт еврея из братьев. Голос крови проснулся. И повернулся туда и сюда. То есть, и посмотрел он по сторонам. Объясняет она Циев. Он искал, кому бы пожаловаться на египтянина, наносящего побои невиновных. То есть, не то, что он уже сразу увидел и тут же пошёл его вне. Когда он увидел такую лупичущую картину, что ни за что, ни про что избывают человека, только за то, что он еврей, то самое первое… Он ещё принадлежит египетскому обществу. Самое первое было подумать, кому бы можно было пожаловаться. Посмотрел по сторонам. Понял, что жаловаться некуда. Абсолютно. Он может прийти, он может рассказать, он может потребовать имя этого египтянина и нажаловаться на него, и ничего с ним не сделать, и ничего не будет. Поискал, кому бы пожаловаться на египтянина, наносящего побои невиновным, и увидел, что никого нет. Нет человека, который обратил бы внимание и был бы готов помочь. И тогда поразил египтянина и спрятал в песке. Ибо, как говорили наши мудрецы, там, где нет человека, постарайся быть человеком. По этим двум комментаторам мотивы Мушея совершенно разные. Если по первому комментарию Октавы Акаббала Мушеу убивает египтянина, как демонстративный акт на глазах у евреев, которые с их отупевшими чувствами застыли на месте и не в состоянии, никто не находит в себе ни мужества, ни сострадания для того, чтобы помочь избивая ему, для того, чтобы их растормошить, расшевелить, для того, чтобы поднять их дух, для этого он демонстративно его убивает на их глазах. И слова, и посмотрел он в разные стороны, посмотрел по сторонам и увидел, что никого нет. Имеется в виду, никого нет среди евреев. Нет никого, нет человека, который встал бы на защиту избиваемого брата. По словам Анацива, это совершенно другое, он смотрит по сторонам и ищет человека не из евреев, а из египтян. Есть ли среди египтян человек, которому можно пожаловаться? Есть ли хоть кто-нибудь, у которого еще совесть есть? Есть ли хоть кто-нибудь, кто может проявить справедливость? Никого нет. Одна шайка. Все антисемиты. Один на другом. Некому жаловаться, абсолютно. Тогда Бымакомши Эйныш, там, где нет человека, там, где все сволочи, там, где нет человека, который может восстановить справедливость, потому что он берет правосудие в свои руки. Это акт правосудия, акт возмездия там, где правосудия нет. Бымакомши Эйныш, там, где нет человека. Постарайся ты быть человеком. Это уже совсем другое. Чем заканчивается эта история? И поразил египтянина, и спрятал его в песке. И вышел он на другой день. Снова к евреям. И вот два еврея ссорятся. И он сказал неправым. Правый такой мягкий перевод. И там раша. Сказал ему нечистивцу. Почему ты бьешь своего ближнего? А тот ответил. А кто поставил тебя мужем, повелителем и судьей над нами? Уже не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина? И испугался Моше и сказал. А, это дело стало известно. Ну, слышал фараон об этом, хотел убить Моше, но Моше сбежал от фараона и поселился в земле, в земле Медьян, и расположился там у колодца. Снова мы встречаемся. Здесь два еврея ссорятся. Просто два, некто, некто и некто. По тому же самому принципу, если они уже упомянуты здесь, то наверняка они упомянуты и в другом месте тоже. Особенности мудрецы в Талмуде говорят, что если упомянут человек один раз, скажем, без упоминания имени, его он упомянут в отрицательном свете, а в другом месте упомянут кто-то и назван по имени, и тоже совершающий отрицательные поступки, то мы, как комментаторы, комментируя, мы имеем полное право приписать неприглядные поступки анонимного человека к тому, чье имя нам известно, к тому нечестивцу, чье имя нам известно. Если уже нужно навесить, если нужно уже пришить дело, если нужно уже навесить неприглядный поступок к тому, про которого Тора уже раскрыла, что он делал гадости. Поэтому самому принципу говорят наши мудрецы, кто эти два человека, которые ссорились и дрались, это Датан и Авиран, те, которые были замечены в совершенно отвратительном бунте против Муше, и на них навешивают действительно, на них уже все шишки валятся, и на них навешивают каждое подобного рода неприглядное действие, даже там, где их у меня не упомянуто. Так и здесь, говорит Раши, это были Датан и Авиран, которые они же позднее оставили от Манны, когда был запрет в пустыне оставлять Манн на следующий день, написано, и были среди евреев люди, которые оставили Манн, несмотря на очевидный запрет, и там мудрецы говорят, кто эти люди именно, которые к ним упомянуты, анонимны, Датан бы Авиран. Дальше Раши задаёт ещё один вопрос. Муше говорит, почему ты бьёшь? Не сказано, что бил. Сказано, что они ссорились. Вроде как ещё не бил. Хотя он его не ударил, он всё равно назван здесь неправым, преступным, нечестивым. Почему? За то, что он поднял руку. Отсюда талмуд учит закон, по которому тот, кто замахнулся на другого, чтобы ударить, даже если он не ударил, это уже достаточно для того, чтобы называть его Раша, т.е. нечестивец-преступник. За что ты бьёшь своего ближнего? Ближнего имеется в виду того, кто близок к тебе, т.е. такого же, как ты. Не то, что перед нами сцена, подобная предыдущей, в котором мерзавец-египтянин избивает ни в чём не повинного еврея. Здесь нет. Здесь они два сапога пары. Один замокнулся на другого, но другой, безусловно, при несколько иной ситуации тоже бы не постоял и постарался бы тоже ударить своего соперника. И испугался, может, когда он услышал от одного из них подобную фразу, что кто-то тебя поставил здесь над нами начальником, с каких пор ты над нами начальником, может, ты ещё и меня и убить думаешь, как ты убил египтянина. И испугался. Ну, как это понятие «спугался»? В прямом смысле. Испугался того, что они сейчас могут донести, или даже если они не донесут, ну, по крайней мере, молва пошла, как там и сказано. То есть дело стало известно. Это он испугался. Так могут донести куда следует, и будет ему плохо. Амидраш. Амидраш говорит, мне стало понятно то, чему я удивлялся. «Чем сыны Израиля провинились больше всех семидесяти народов, что их предборщают таким тяжёлым трудом? А вот теперь я вижу, что они того заслуживаются». То есть Амидраш говорит, что здесь заложено нечто больше. Ахэнну Дадова теперь не стало известным, а стало понятным. Теперь мне стало понятным, теперь я понял, теперь я узнал из-за чего это. То есть Муше, будучи ещё приближённым египетского фараона и наблюдая за катастрофическим суженоположением евреев, задаёт себе вопрос. Почему? Чем они? Почему так? Где справедливость? Чем они заслужили того, что они находятся в таком плачевном состоянии? Другие народы мира не так живут. Худо, бедно, но всё-таки не так ужасно. А вот теперь, говорит Муше, вот теперь я понимаю, почему. Если среди них есть доносчики, если среди них есть стукачи, конечно. Теперь это понятно. Если они таким образом себя так ведут, то они, очевидно, заслуживают такого пропащения. И услышал фараон дальше. Как он услышал? Очевидно, понятно. Те самые Датаны Аверам, они же и донесли на Муше, и захотел убить Муше, т.е. отдал его в руки палачей, чтобы те казнили его, но меч не мог с ним справиться, и он убежал и сел у колодца. Почему у колодца? Штраши научился он здесь у Якова, который встретил свою суженую у колодца. И поэтому он тоже садится у колодца. Как и показывает в дальнейшем текст, что там действительно он встречает свою будущую жену. Вот прочитаем это в тексте. И так и поселился он на земле Медьян и расположился там у колодца. А у жреца Медьяна было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили желоба, чтобы напоить овец своего отца. И пришли пастухи и прогнали их. Но Муше поднялся, выручил их и напоил овец. И пришли они к Реуэлю, своему отцу. И тот сказал, как же вы пришли сегодня домой так быстро? Было привык уже к тому, что они приходят поздно, потому что пастуки их отгоняют. И они сказали, египтянин спас нас от рук пастухов. Он же даже начерпал для нас воды и напоил овец. И сказал он своим дочерям, где же он? Как это вы оставили этого человека? Позовите его, и пусть он поест хлеба. И решил Муше остаться у этого человека. И тот дал Муше в жены свою жену Цепо. И она родила сына, и он назвал его Гершом, потому что он сказал, пришельцем я был в чужой земле. Так это то, что Раша здесь связывает. То, что Муше, убежав в Медьян, располагается там именно у колодца. И именно там он встречает свою будущую жену. 2 плюс 2, говорит Раша. Стало быть, это уже выучил у наших братцев, которых тоже их встретили, своих суженных у колодцев. Детали всей этой истории. Во-первых, почему пастухи отогнали дочерей Реуэля или Ятро, как его в дальнейшем называют Тор. Может, просто потому что, просто хулиганство. Хотели первыми напоить свой скот, а ведь потом. Но из того, что Реуэль спрашивает, чего это вы сегодня пришли так быстро, это значит, что это было ежедневно, постоянно так случалось. Не просто конкретный случай, когда здоровенные верзилы оттеснили девушек. Значит, это было постоянно. Поэтому Раша здесь пишет. У жреца Медьяна, что такое вообще жрец Медьяна? Он был самым знатным и высокопоставленным из них, и он отказался от идолопоклонства. То есть у него начались какие-то религиозные искания. Стал он искать что-то, что отличалось от того идолопоклонства, которым занимались все вокруг него. И вот за это они исторгли его своей среды, т.е. его бойкотировали. Поэтому то, что пастухи отгоняли его дочерей, это не было просто хулиганством, а это было проявлением того самого бойкота. Поэтому он и привык, что каждый день они приходят последним, потому что пока не уйдут те, которые их отгоняли, им напоить свой скот не удастся. Любопытная вещь. Мы снова здесь наблюдаем этапы становления личности Муше и как он становится вождём, как он становится лидером. До того момента, как Всевышний избирает его, указывает на него и посылает его в Египет. Тора даёт нам три эпизода всего из его жизни. Первый эпизод – убийство египтянина. Второй эпизод, когда он вмешивается в драку Датана и Аверана. И третий эпизод, когда он спасает дочерей и Тро, вмешивается, прогоняет пастухов и помогает им напоить скот. Вот эти три поступка. Понятно, что у них есть… Это сразу видно, общий знаменатель. Муше постоянно вмешивается. В отличие от того, как мама учит своих детей, никогда не вмешивайся, потому что ничем хорошим не закончится. Муше вмешивается раз за разом и раз, и два, и три. Различия между этими случаями тоже видны довольно быстро. В первом случае, просто выстраивается здесь совершенно очевидно, в первом случае Муше вмешивается, когда он вмешался в конфликт между египтянином и евреем. Египтянин избивает еврея из его братьев. Второй конфликт, здесь уже он вмешался в конфликт между двумя евреями – Датан и Аверан. А третий конфликт, само собой понятно, это уже конфликт между неевреями. Гоем бьёт Гоем, и он вмешивается и в это. Так он становится лидером. Мы уже говорили, самое первое качество – это отсутствие равнодушия, это забота, это вовлечённость, это умение увидеть человека, для этого нужны глаза, нужно разглядеть вокруг себя людей, для этого нужно сердце. Потому что есть люди нечуткие, они видят вокруг себя людей, но они не чувствуют потребности этих людей, они не чувствуют боли других людей. Это у Мошея есть, это он уже проявил, об этом сказано, он раскрыл и свои глаза, и сердце он воспринимает, чувствует. Ну, и теперь он вмешивается, вмешивается каждый раз, когда он видит несправедливость. Один за другим. Первый раз Моше был, кто сказал, что дело несправедливости. Если бы был только первый эпизод, когда он вмешался в конфликт между египтянином и евреем, то мы бы сказали, ну, конечно, это голос крови здесь, чем здесь справедливость. Ему просто было больно, что египтянин сбивает еврея, вот он и вмешался. В особенности по комментарию Анацива, когда он убил его не за родивость, ни за что, ни про что, а просто потому, что он еврей. Конечно, больно. Вот и вмешался. Второй раз, второй раз, там нет не еврея, который избивает еврея. Второй раз евреи дерутся. Да. Но это тоже можно объяснить. То, что ему больно за свой народ, как это и видно из комментариев Раши, когда он говорит такую страшную фразу, вот теперь он понял, чем евреи заслужили того, что они оказались в таком жутком рабстве. То есть ему больно, что среди евреев есть такие мерзавцы. И он вмешивается. Но третий раз – это совсем другое. Не евреи ссорятся друг с другом. Ни зова крови, ни ничего такого нет. Если он уже вмешивается в третий раз, то это значит, что его толкают. И этим показывается, что в предыдущих случаях тоже главным было то, что его выводит из себя проявление несправедливости. Поэтому он вмешивается каждый раз. Важно ещё одно. Это мы знаем, что очень часто, когда можно сказать о человеке, что он по-настоящему выдерживает испытания, когда эти испытания повторяются и раз, и два, и три. Потому что с одного раза, может быть, поди знай. Иногда человеком руководят какие-то определённые мотивы, какие-то скрытые мысли. Но если он эту душевную стойкость проявляет раз за разом, то действительно мы понимаем, что перед нами совершенно другой, совершенно иной человек. В первый раз он вмешался. Может быть, какой-нибудь человек тоже вмешался бы в такой ситуации, потому что он надеялся бы, что его вмешательство хорошо закончится. С одной стороны, может быть, ему удастся предотвратить побои, и, может быть, египтяне больше не будут бить евреев, а евреи будут ему благодарны, по крайней мере. Он же спас еврея, вот побои. По крайней мере, среди своих они будут чувствовать, что у нас есть наш защитник, будут ему благодарны, а это очень приятно чувствовать себя защитником угнетённых, и это очень здорово. Но первый урок Мушея извлекает довольно быстро, а именно он начинает понимать, что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Что он получает от своих собратьев вместо признательности, вместо благодарности? Что он делает? Хамство, грубость. Совершенно хамский ответ, когда ему говорят один из Датана Аверам, кто-то из них говорит словами, «Кто поставил тебя повелителем и судьёй над нами? Чё ты высовываешься? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Это благодарно. По идее, обычный человек после этого вспомнил бы то, что мама ему говорила, если люди на улице дерутся, не вмешивайся. Для тебя это кончится всё плохо. Никогда это хорошее не кончается. Ну, вот у него уже дважды это… А дальше то, что он вмешался сейчас. Он вмешался в эту историю из Датана Авера. И что получилось? Они настучали на него куда следует. Выдали его египтянам. Положение евреев он не улучшил. Своего положения он не улучшил. Более того, ему приходится из-за этого убегать. Бросать свою страну. Не только бросать свою страну, в которую он вырос, но и связь со своим собственным народом, который там находится в рабстве, он тоже потерял. Бежит, скрывается где-то в Медьяне. Ну, и прибыл туда в Медьян, и что? А здесь еще. Ну, по идее, должен был уже… После того, как он уже стал умным, должен был бы за тебя сказать нормально. Человек сказал бы, все, теперь я уже умный. Два раза я влез, два раза я вмешался в конфликты. Понял, что ничего хорошего из этого не ходит. Понял ту самую народную мудрость, что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Теперь я могу спокойненько пройти, пусть они там разбираются. Пусть, как это… У нас говорили, гоем дерутся с гоем, пусть они там разбираются, это не мое дело. Нет. Никаких уроков. Вмешивается еще раз. Вот теперь понятно, что это совершенно другой человек, абсолютно иной человек. И что это у него не случайно. И что для него и это одно из главных качеств, которые делают человек лидером. Второе. То есть не только способность разглядеть вокруг себя людей и их потребности, не только их способность, не только его способность сочувствия, не только его эмпатия, не только его способность сострадания, не только то, что он чувствует, что эти люди часть его собственного «я», но это еще и дополнительная вещь. Это неспособность мириться с несправедливостью. – это желание и стремление вмешаться, не проходить мимо. Может, человек, который почувствует страдания. Есть люди достаточно сострадательные, они видят людей вокруг себя, они большие, они видят людей вокруг себя, они чувствуют их потребности, они чувствуют их страдания, они способны сочувствовать, но не станут вмешиваться. Они будут чувствовать это неприятно, но вмешиваться не станут. Это не лидеры, такие люди лидеры и не могут, и никогда не станут лидерами. Муше – лидер. В тот момент, когда он увидел подобную вещь, вопиющую несправедливость, ему не важно, свои, не свои, потому что какие-то пастухи отогнали каких-то девчонок, какое ему дело до этих садов? Нет, есть и люди. И он вмешивается, и вот это его делает лидером. Таким образом люди становятся большими, таким образом люди становятся великими, вот таким образом. и становятся люди лидерами. О том уже, как реализуется это лидерство муше, об этом мы будем говорить на дальнейших уроках.